Здравствуйте! Спасибо большое, что согласились дать интервью нашему каналу Сайт ТВ. Прежде чем начать наш разговор, хотела бы вот каких слов. Знаете, порой то, что касается чувств, каждый из нас думает, что наши чувства уникальны. Когда мы любим, то есть такое испытываем только мы. Когда больно, так больно только нам. Но на самом деле мы все люди, все испытываем разные чувства каждый день. И порой наши чувства похожи. То есть оттенки, возможно, как-то отличаются, но если больно, то всем больно. Если хорошо, то всем хорошо на душе. Понимаю, что, возможно, не совсем захочется вам вернуться чуть-чуть назад, вот в прошлое. Но вот первый вопрос хотела бы задать. Как вы узнали о своем диагнозе? Что вы в тот момент ощутили? Что вы почувствовали? Вопрос не из приятных, я это понимаю. Но, возможно, тем людям, которые будут смотреть наше интервью, и если сегодня они столкнулись с такой проблемой, и это узнали, может быть, это им поможет это пережить, что они не одни такие, да, что это чувства похожи. Как бы вы могли ответить на этот вопрос? Если можно, если можно... Оно у всех одно чувство. Сам находишь, и появляется шок. Такой шок? Страх. Страх. Слезы сразу. Неизвестность. Что тебе ждет, как действовать, куда бежать, с чего начинать. А когда уже начинаешь, это самое... А когда приезжаешь сюда, то уже ты понимаешь и встречаешь таких людей, как Наталья Револьевна, то уже понимаешь, что ты не в беде, тебе уже тут просто так не кинут. Помогут, помогут. Что в тот период, в самом начале, что было самое важное для вас? Ну, что таки было? Как быстрее это все сделать, как быстрее это все продвинуть, анализы, исследования, чтобы не медлить, не медлить, чтобы не было этой неизвестности. Да, 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 чтобы не было неизвестности. Что именно, что надо делать быстрее, в первую очередь? Что вот это бездействие, оно так в шоке. А так вот это еще, что подождите, это вот, а оно же как-то, знаете, вот быстрее, бездействие. Да, вот как бы скажут тебе, вот что, тогда будет уже легче. Что в тот период вам помогло? Ну, что помогало? Вот все равно ускорить что-то мы не можем. Нам хочется, чтобы быстрее что-то завершилось, закончилось. Не всегда от нас все зависит. Что вам помогало в тот период? Это помогал наш прач, Наталья Абигулина. Вера, да. Вера. И когда мы пришли, потерянные, мы пришли, все в слезах, сидим, просто не знаем, вот что делать. Мы просто руки опустились, и все. И когда Наталья Абигулина нас встречает, и говорит, девочки, это все не страшно, это все временно. Вот я помню, как она мне сказала, это временная болезнь. Вы даже не думаете, что это рак. Никому даже не говорите, что это рак. Это временная просто болезнь. У одних сахар, у других сердце. У каждого что-то есть. Ну и что, я когда от нее ушла, у меня поменялось мировоззрение. Я думаю, это правда, ну что, ну временно помучусь, ну зато и вылечусь. И она говорит, у вас извлечимая болезнь, но временные трудности вас ожидают. А что для вас? Что для меня? Надежда. Появилась надежда. Ну и естественно стремление поскорее выздороветь. Когда доктора нам надежда дают, сначала дают надежду. И все тогда в наших руках. Как мы будем себя вести, как мы будем стараться лечиться. Все наших, это самое, прислушиваться к мнению докторов, советам для того. Это очень и очень важно. Не идти, вот я это, вот я там вычитала. Я узнала, прочитала. Да, вот я умнее доктора. Никогда этого не было. Мы все делали. Вот как доктор сказал, вот так, вот так и вот так. И только так. Знаете, все-таки вы говорите такие интересные, правильные вещи, что, наверное, вот контакт пациента с доктором, это очень важно. Особенно, наверное, когда это не просто контакт, как я вот увидела с нашей встречи в начале, перед интервью, что это не просто контакт, это есть какая-то связь. Это доверие. Ты понимаешь, что ты находишься надежной рукой. Это не маловажно. Я поняла. Спасибо. Спасибо большое. Что хотелось вот еще спросить. Знаете, недавно тоже брала интервью у мужа одной из пациенток, и он говорит, что, сказал такую вещь, что очень часто, узнав о диагнозе, люди могут закрываться, да, то есть в каком плане? Минемизировать общение с близкими, с друзьями. Было ли у вас такое? И как вы думаете, вот почему это происходит? Не было. У вас все закрылось. Наталья Зверевна сказала так, не закрываться. Не закрываться. Почему? Не хотелось делиться вот с кем-то? Ну, я поделилась со самими близкими, с сыном, с мамой, с сестрой. А вот так, чтобы всем открыться, ну вот, понимаете, все было все время цветущая молодая, как говорится, здоровая, бегала, 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 и тут тебе здравствуйте. А потом как-то пришла сюда, посмотрела, моложе меня, моложе меня, моложе меня. И все девочки, ну, как это, вот сближаются, вот, как говорится, море сближает и родит, честное слово. И я потом поняла, что это все ерунда, надо жить, как кежова, лечиться идти, и все пройдет. Просто надо лечиться и лечиться. И не опускать руки. Не опускать руки, не ходить вот это. У-у-у-у, а он же это делает. Но без этого тоже, без этого тоже не вас, наверное, вначале. Это первая реальность. Ну, вначале, конечно, наматывали на кулачок все, а потом сжимались и вперед. Больно, неприятно, досадно. Но думайте о том, что впереди жизнь. Важна поддержка близких? Обязательно. Обязательно, конечно, без близких. Без близких очень тяжело. Переносить химию очень тяжело. Ну, очень. Эта поддержка должна быть постоянная, постоянная, потому что каждый из них. Даже попал как святой. Да, пожаловаться. Мне так плохо. Убежу, отхожу. Ну, держись, крепись. Спасибо. Идум, спасибо. Скажите, вот, когда прошел вот этот вот первый, скажем так, негативный какой-то вот период осознания, да, принятие, понимание, всего остального, как сейчас вот протекает ваша жизнь? Вы работаете, не работаете? Чем занимаетесь? Находятся ли у вас силы, не знаю, творить, нахолить? Да, я и работала, и химия отбывала, отбежалась. Я по самому работу, как вроде бы, ничего не бывала. Ну, то, что она брала, а немножко весенок, куда же это... Это все время. Да, да. Ну, вот так я работала, и сейчас вот, после всего, я работаю. Что вам помогает найти какое-то вдохновение? В чем было? Находите отдушину? Ну, как хочу. У меня так получилось, что я работать не могу по своей специальности, вот поэтому мне пришлось отказаться от работы. Но, тем не менее, чувствую, как нормальный человек. Занимаемся им подряд, так что, все как было, до болезни таки осталось. Домашние инфлопы. Я тоже работаю, дома, ага, рот, все делаю, ну, может, чуть меньше. Ну, понятно, у меня все-таки салям. Я готовлю пикку постоянно. Я вообще, вот, как вела свою деятельность, так и продолжаю. Знаете, есть такая фраза, вот иногда говорят, да, что болезнь в голове. И, наверное, действительно, вот вначале, это просто наше вот к этому отношение, да, вот осознание. Когда это отступает, то, в принципе, я очень рада искренне за мной. Все удивляются, звонят, что ты делаешь. Да то, да то, а как ты чувствуешь? Да нормально себя чувствуешь. Замечательно. Я говорю, я вообще не чувствую, что у меня там что-то болит. Ну, после химии, конечно, да, в первую неделю чуть-чуть плоховастенько, а потом прекрасно. Ну, следующий мой вопрос, я, конечно же, хотела бы спросить по поводу клинических исследований. В каком плане? Сразу ли вы попали в программу, или вы проходили лечение до этого, получали какое-то другое, и какая была ваша первая реакция? Было ли страшно, непонятно, правильно ли поступаете, неправильно? Вот какие были ваши чувства, эмоции? Поменялось, изменилось ли вы в хорошую, в плохую? Пожалуйста, вот искренне, вот как есть на самом деле, если можно. Ну, сначала мы пришли, и как-то сразу нас взяли в программу. Лично мне нет. Ну, вот это неизвестно, что там тебе будет капать, что колоть, как ты ему это, ты будешь подопытным кроликом. А потом, когда я разнакомилась, поговорила с девочками, которые не отбухи, не отбухи, я говорю, да что это глупости, надо начинать лечиться. И Наталья говорила, надо начинать лечиться. Никаких глупостей здесь не может быть. Только лечиться. И вот это все, ой, это все, это все в сторону и лечиться. Страх был, да? Да. Узнал что-то больше, да? Да, узнал больше, пообщался с людьми, которые там уже прощли не одну химию, уже готовились к операции. И сказали, ни в коем случае не уходить, ни в коем случае не бросать. А тут лечиться. Да. А потом здесь ситуация немножко посложнее, чем у девочек была. Вот у меня более поздняя стадия. Вот, ну, сначала я как обследование проходила на школьной у нас, когда сказали диагноз, конечно, я была шокирована. Ну, а потом там врач направил меня сюда. Ну, и здесь, как я сказала, уже вселили надежду. И слава богу, лечение пришло успешно. Ну, сейчас уже сделали операцию, все прекрасно. Жизнь продолжает, кстати. А у вас как было? Ну, тоже, я же была на школьной сразу. Там тоже мне сказали этот диагноз тоже. Сразу сказали, будем упирать полностью грудь, как бы сразу шок был. А потом, когда я пришла сюда, меня что-то уже взяли на программу, и сказать, нет, сразу химия, а потом мы смотрели. И когда пришел, уже прошла химия, а там уже и нету, уже опухоли этой-то нету. Начали уже смотреть, искать, где резать надо хоть. Она ушла вообще. Ну, короче говоря, в общем, сделали операцию, немножко там удалили это место, все. И теперь уже, только надеемся, теперь уже дожить еще до 100 лет. Конечно. И с положительными такими эмоциями, с таким оптимизмом, не падать духом, а куда деваться. Я вас, знаете, уже иначе и не представляю. Вы настолько позитивны, настолько положительны, так чувствуется эта энергетика. Да, конечно. Так, во-первых, когда приходишь только в это отделение, когда только пообщаешься со всем коллективом, со всем медперсоналом, просто понимаешь, что неужели есть еще такие больницы. Честно, вот, когда вот просто лежишь в обычной больнице, бегая за касс, ну сделайте мне тут же только что-то, девочки приближали, все это. У меня вообще было случилось здесь. У меня получилось, это случился хипертонический кризис прямо перед химией. Так девчонки тут со мной, тут все бегали за мной. Если бы, я говорю, где-то это на улице случилось, так меня бы, наверное, уже инсульт бы схватил. А здесь они меня вычухали, надо мной тут все стояли, потом перевели в другое отделение, подлечили. Опять я сделала химию, продолжаю, вот все нормально. И чувствуешь, что ты не один, да, выражаешься с болезнью. Коллектив, коллектив это очень много, значит, что все-таки там медперсонал подобран очень хорошо, очень хорошо. Даже приходит Бондаренко, Игорь Николаевич, все время спрашивает, сколько мы сейчас стоим, он лежит на химию, он приходит, девочки, как вы, что, может у кого какие вопросы, может это, нет, нет, спасибо, все хорошо, все хорошо. Просто приятно, когда есть люди, что так за нас переживают, что мы не безразличны к нам. Это любому человеку приятно, все говорят, правильно, внимание, забота, это нужно каждому. Мой последний вопрос, наверное, вот на сегодня будет, какие рецепты, возможно, лично ваши, да, вот опыт ваш, что бы вы могли сказать, пожелать пациентам, вот как вот эти вот все этапы, что важно в эти периоды, вот на своем опыте, да, что, что нужно делать, чего не нужно, понятно, что это такие шаблонные фразы, ну вот. Не задаваться. Задаваться это в первую очередь. Быть оптимистом и чтобы была вера, вера, что все равно, чтобы вылечиться, что не так, что, а вдруг, а может быть, да, нет, такого не должно быть, должны быть только вот, я буду здорова, и все, другого быть не может, и все. Не кладкать и не киснуть, да, это точно же, а выжиматься, как дружина, и выстреливать. Так можно подальше. Яркий пример, да? Да, сейчас уже доказано. Ну вот мы на себе видим, что медицина настолько ушла вперед, что это действительно болезнь, это... Ну и вопедительность. Оптимизм и вера. Спасибо Вам огромное за историю. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok